В этом видеоролике мы поговорим о том, как хранить биткоины у себя в голове. Вы на канале CryptoInsight, и мы начинаем! Это видео носит исключительно ознакомительный характер и не призывает нарушать действующие законы какого-либо государства. Представьте, что в вашей стране запретили использование криптовалют и, например, в аэропорту досматривать личные вещи на наличие аппаратных кошельков, бумажек сид-фразы или просто приватных ключей на флешках. Звучит как антиутопия, но представим, что так и есть для моделирования ситуации. Как в таком случае провести криптовалюту, если досматривать абсолютно все личные вещи? Раньше использовали BrainWallet, который сейчас использовать небезопасно, но об этом чуть позже. Используя BrainWallet, можно хранить криптовалюту у себя в голове и никто кроме вас не будет иметь доступ к вашим средствам. Для начала давайте разберемся, как формируется приватный ключ в сети Bitcoin. Приватный ключ формируется через использование хеш-функции SHA-256. Давайте попробуем создать приватный ключ, используя SHA-256. Для этого достаточно зайти в любой онлайн-конвертор SHA-256, которых в интернете огромное количество. Естественно, что генерировать приватный ключ через онлайн-генератор нельзя, так как это небезопасно. Но это лишь пример для того, чтобы показать, как работает хеш-функция. Вводя любые символы, будь то буквы, цифры или специальные знаки, внизу мы получаем результат хеширования введенной информации, даже введя одну цифру, например, двойку. Мы получим приватный ключ от определенного биткоин-адреса. Как это проверить? Можно воспользоваться сайтом bitadress.org и в разделе wallet details вставить полученный приватный ключ. Бит-адрес автоматически выдаст нам соответствующий биткоин-адрес и приватный ключ в различных форматах. Если мы скопируем полученный биткоин-адрес и найдем его в любом обозревателе блоков, то можно увидеть, что в 2015 году кто-то на него отправлял средства. Очевидно, что генерировать приватный ключ из одного символа абсолютно небезопасно и глупо. Рекомендуем посмотреть наше видео о том, сколько всего приватных ключей может быть сгенерировано для биткоина. Там мы рассматриваем мета создания приватного ключа через подбрасывание монетки. Так как же хранить биткоина у себя в голове? Можно было бы запомнить приватный ключ, но это очень сложно. По поводу сид-фразы мы поговорим чуть позже. Сейчас мы разберем именно BrainWallet. Чтобы создать BrainWallet, нужно пропустить через хедж-функцию определенный набор слов или выражения, которые вы сможете запомнить. Например, введя слова Сатоши Накамото, мы получим приватный ключ от биткоин-адреса, который кем-то использовался. Задача для создания надежного BrainWallet – ввести набор случайных слов, которые вы сможете запомнить. Регистр и пробелы также влияют на итоговый результат. Но это не должны быть строки из какой-то песни, книги или конституции вашей страны. Очень много людей в 2011-12 годах потеряли свои средства из-за того, что они использовали строки из песен или книг для генерации приватных ключей. Предположим, вы придумали несколько случайных слов для создания BrainWallet. Пропускайте эти слова через хеш-функцию SHA256 и получаете приватный ключ. Далее получаете биткоин-адрес и отправляете на него средства. Затем запоминаете эти слова и стираете приватный ключ с компьютера. Все. Никаких следов от приватного ключа не осталось. Теперь доступ к вашим биткоинам находится у вас в голове. Теперь вы можете получить доступ к своим средствам, находясь в любой точке планеты. Все, что вам нужно – пропустить вашу фразу через хеш-функцию SHA256 и получить тот самый приватный ключ от адреса, на который вы раньше положили средства. Не знаете, где быстро и удобно купить биткоин? Надоели бешеные комиссии на покупку и продажу? Хотим порекомендовать вам Telegram-бота SkyBanker. Быстрый и надежный обменник биткоина в Телеграме. Комиссии на покупку всего 1%, на продажу – 0,1%. Быстрый вывод средств и моментальная работа поддержки в любом вопросе. Безопасность сделки обеспечивается ботом. SkyBanker. Быстрее, чем LocalBitcoins. Удобнее, чем BestChange. Ссылка в описании. Но у BrainWallet есть несколько жестких недостатков, из-за которых его категорически нельзя использовать. Первый недостаток – он ненадежный. BrainWallet использовался пользователем сети биткоин в 2011-12 годах, когда еще не было введено обновление BIP 0032, которое позволяет создавать детерминированный кошелек с помощью сит-фразы. Пользователи использовали какие-то простые фразы, либо популярные фразы из книг и песен, что повлекло за собой потерю средств. BrainWallet уязвим для простого перебора, так как люди использовали и используют слабые и ненадежные пароли. Например, вот этот пароль из цифр, букв и спецсимволов подобрать намного легче, чем вот этот пароль из трех слов. Сейчас можно создать достаточно надежный BrainWallet, используя, например, 10 или 15 случайных слов. Но зачем, если есть сит-фраза? Второй недостаток – BrainWallet генерирует только один приватный ключ и один биткоин-адрес. Транзакции в сети биткоин имеют входы и выходы. Допустим, вы отправили на свой адрес 1 биткоин. Сформировался вход размером 1 биткоин. Далее вы захотели отправить половину биткоина на другой адрес, например, своему знакомому, но вход у вас на адресе только один, размером 1 биткоин. Вы отправите знакомому половину биткоина, а сдача отправится на другой, новый созданный адрес, который имеет совершенно другой приватный ключ. А вы все так же сотрете всю информацию, думая, что ваша фраза, которую вы запомнили, содержит все приватные ключи. Нет, это не так. BrainWallet, созданный способом, описанным ранее, дает доступ только к одному приватному ключу и одному соответствующему биткоин-адресу. Сейчас, в 2019 году, использовать BrainWallet абсолютно небезопасно и глупо. Еще раз. Нельзя использовать BrainWallet. Тогда, в 2011-12 годах, это было оправдано тем, что не было других вариантов. Сейчас же есть сид-фраза, которая выполняет функцию BrainWallet идеально. Посмотреть видеоролик о том, что такое сид-фраза, вы сможете, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. Получить сид-фразу можно несколькими способами. Сгенерировать ее на сайте iankolman.io, предварительно скачав дистрибутив на компьютер и отключив интернет. Сид-фразу также можно получить в различных криптовалютных кошельках, таких как Electrum, CoinNomi, Mycelium, SamuraiWallet и т.д. Единственное, что стоит учесть, сид-фраза из Electrum может быть использована для восстановления средств только в Electrum. Сид-фраза развертывает детерминированный биткоин-кошелек, который будет содержать все транзакции, все приватные ключи и биткоин-адреса, которые вы когда-либо использовали. И в случае, если вы отправляете 05 биткоина знакомому и сдача идет на новый сгенерированный адрес, то этот адрес вместе с приватным ключом будут принадлежать сид-фразе и никуда не потеряются. Вот именно сид-фразу можно использовать как правильный и безопасный брейн-воллет. Практически все криптовалютные кошельки, в том числе и аппаратные, такие как например Trezor или Ledger, используют сид-фразу как бэкап для восстановления средств в случае утери устройства или файла с приватными ключами. Обычно сид-фраза записывается на бумаге и хранится в надежном месте. В случае утери устройства сид-фраза используется для восстановления средств. Аппаратный кошелек является самым надежным способом для хранения криптовалюты, но имеет и недостаток. Сид-фраза, которую необходимо записывать. Если запомнить сид-фразу, используя специальные методики для запоминания, а затем уничтожить бумажный носитель сид-фразой, то хранение криптовалют станет максимально безопасным. Вы сможете путешествовать по всему миру, зная, что доступ к вашим средствам находится в вашей голове и никто не может добраться до ваших средств, кроме вас. Единственный недостаток такого метода – вы можете получить травму головы и каким-то образом забыть сид-фразу, но от этого никто не застрахован. Напишите в комментариях, какие методы хранения криптовалюты вы используете. И практиковали ли вы запоминание сид-фразы? Также присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, ссылка на который есть в описании. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Субтитры создавал DimaTorzok